Да, порядок. Ари уходит в бан против Паранойи, Зира тоже против Паранойи банится. Вай уходит в бан против команды Сидж Энжин, в частности, против Касуха. Второй бан от команды Ренессанс. На кого же он будет нацелен? Тут, в принципе, против Слейера можно какой-то бан нацелить. Хотя, даже не знаю, сложно очень банить Энни. Вот, да, Ирелия против Зака, это выгодный бан. Это тот чемпион, которого стоит опасаться в руках Зака. Сколько игр он отыграл на этой Ирелии? И Синдра банится последние три бана против Мидленера. Три бана против. Итак, ферст пик, да. Последний бан Джей со стороны Ренессанса. Ферст пик Гнар от Зак Энфлая. Да, Гнара это чемпион, который доставляет массу проблем. В ответ на Гнара пикается Маукай и Нами. Хейдин и Дизи забирают этих двух чемпионов. Маукай, естественно, топ-лейн. Дизи на позиции суппорта. Нами для него. Слейер и Тисли сейчас пикают от команды Сидж Энжин. Слейер. Что же выберет Слейер? Будет ли это опять Энни от Слейера? Ой, Варвик не был забанен. Это чемпион, который взрывает Сулуку в текущей мете. И мне кажется, что в командных боях он тоже может зайти весьма неплохо. Ну, на самом деле, не просто так банят во многих играх. Так что... Стоит опасаться Варвика от Касуха. Потому что в прошлой игре Касуха показал по механике ганков примерно похожего лесника Вай. Тоже чемпион, который выходит на ганки после шестого уровня и врывается с ультимейта. Варвик примерно такой же. Поэтому, я думаю, для Касуха будет несложным освоить этого джангера. Да и Варвик вообще не считается сложным лесником как таковым. Но посмотрим опять же. Итак, пик Дэз Найта и... Челленджер, он же Дэз Найт и Кловера. Он же Олечка Ван Лав. Кловер думает над пиком Ясо для Паранойи. Да, сколько матчей Паранойя отыграл на Ясо? Огромное количество. Если мы сейчас увидим Ясо от Паранойи на Мидлене, я думаю, матч обещает быть очень-очень интересным. Оу, Ксинжао. Кловер на Ксинжао в лесу. Кстати, да. Вот Ксинжао это тоже один из тех чемпионов, который может очень хорошо зайти в лесу. Вполне вероятно. Но это будет все-таки Джарван. Но Ксинжао я верю. Как хорошего лесника. Но у него есть опять же ряд минусов. То, что он не обладает эскейпами. То есть он врывается из стимфайта, как правило, не уходит. Это его минус, но с другой стороны у него есть ряд плюсов. Откидывание его, дает своеобразный дизенгейдж. У него есть подбрасывание. Что делает его хорошим в связке с тем же Ясо, например. То есть они вдвоем прям впиливаются в цели. Таким образом не дают ей уйти. В ответ на Джарвана и Корки мы видим Энни и Севир от Касуха и Хайо Аймбза. Да, это будет Энни для Слэйра, судя по всему. По крайней мере, то, как Слэйр себя показывает на этом чемпионе, я говорил о том, что не стоит банить Энни против Слэйра. Хотя мне все-таки кажется, что это действительно опасные пики в руках. Но нет, это будет Зэд. Во-первых, не отдать Зэды паранойи. Но и во-вторых, Слэйр, я уверен, сыграет на Зэде на хорошем уровне. Паранойя ласт пик со стороны Энни от Паранойи. Я бы посмотрел на это. Крайне интересно. Но Зэд это тот чемпион, который как раз будет хорош против Энни, на мой взгляд. Он и может задоджить Стан, задоджить Тиберса с помощью своего ультимейта. Что у него есть Эскейп. Чего, кстати, не было у Джейса. То есть Джей... Прошу прощения, Джейс Зэд. Тот чемпион, который может весьма неплохо зайти в противостоянии с Энни на мидлейн. Так что я не думаю, что Энни это хороший вариант. Лебланк. Отвечать Ассасином на Ассасина... В принципе, вариант неплохой. Но Лебланк больше не имеет Сайленса. С другой стороны, это Лебланк как Паранойи. Я до сих пор помню его пентакил на ESL Pro Series. Так что, кто знает, может быть, именно Лебланк сейчас станет хорошим пиком в руках Паранойи именно против Зэда от Слейера. 50 секунд. А, нет, все-таки... Все-таки у нас были, по-моему, плейсхолдеры. А, клиент завис вновь. Ой, ребят. Вновь завис клиент. У Касуха и в прошлом матче было такое. Да, сегодня некоторые задержки у нас есть из-за проблем с клиентом. Предыдущий матч мы ждали довольно долго и этот матч. Так что спасибо большое всем вам, ребят, кто по-прежнему остается на трансляции. Время уже позднее. Завтра понедельник всем на работу. Ну, кому-то на работу, кому-то на учебу. У нас финалы. Которые могут быть тоже довольно долгими, кстати говоря. Все игры сегодня проходили... То есть на протяжении минут 40... А, нет, первая игра была довольно короткой. Но там Hard Random очень сильно задоминировали над своими оппонентами. По-моему, за 20 минут они закончили матч. Но что касается второй и третьей игры, там по 40 минут добротных отыгрывали. Джасты с Hard Random и затем Джасты с командой Siege Engine. Ждем возвращения Касуха. Проблема снова, скорее всего, в клиенте. Как только Касух вернется, мы снова перейдем на этап пиков и банов. Ну что ж. Кстати, по пикам, по чемпионам... Я даже не знаю, на что сейчас обратить внимание, на чем сделать акцент. Потому что... Здесь во многом... Стандартизировано все по пикам. Хотя нет. Почему? Лебланк от паранойи... В нынешней мете я бы не сказал, что это стандартный пик. Полгода назад я бы сказал, что Лебланк нормально. Сейчас Лебланк это не тот чемпион, который может появляться в каждом матче. Скажем так, она весьма ситуативна. Насколько Лебланк будет хороша против Зеда, это еще вопрос. Ведь, если мы опять же говорим про Ари, например, Ари это чемпион, который в случае противостояния с Зедом вынужден был дать Джоннис Аурглас первым предметом. Вопрос, нужно ли Лебланк тоже был дать Джоннис Аурглас первым предметом. Но для нее он не так выгоден, как для той же Ари. Хотя, по сути, они чемпионы похожего склада. То есть, по сути, и у Лебланка есть крауд-контроль в виде эфемерных цепей. Примерно как Charm у Ари. Не такой хороший, как Charm крауд-контроль. Но хотя весьма неплохой. То есть, если идут две эфемерные цепи, то довольно долго длится этот рут. Плюс есть Distortion. Это как Escape, так и Gap Closer. То есть, Dash чрезвычайно важный. Причем, наносящий еще АОЕ урон при этом. Ну, и есть Sigil of Silence. Который, по-моему, перестал называться Sigil of Silence после того, как убрать Silence. У Лебланк изменили название этого скилла. Я все еще помню старые названия. Sigil of Malice. Sigil of Malice. Кстати, мне интересно, через что сейчас раскачивают Лебланк. Потому что до этого было популярно раскачивать через Distortion за счет уменьшения кулдауна. Кстати, тут об этом стоит сказать. В дополнении, что кулдаун на первом ранге Distortion у Лебланк 18 секунд на пятом ранге. То есть, когда Лебланк раскачивает Distortion и до девятого уровня делает его максимального ранга. То на девятом уровне кулдаун Distortion уже 10 секунд всего лишь. То есть, имея необходимый процент кулдауна редакшена, то есть, например, если Лебланк имеет 40% кулдауна редакшена на девятом уровне, то кулдаун на Distortion будет 6 секунд. Крайне эффективно. То есть, каждые 6 секунд у Лебланка будет дэш, который позволяет не просто ворваться, но и вернуться обратно. То есть, тут... Очень хорошую мощь имеет этот спелл. А что касается эфемерных цепей, то тут тоже есть большой плюс. У них кулдаун уменьшается с 14 до 8 секунд. То есть, 6 секунд сокращение кулдауна. Это тоже очень мощно. В то время как у Sigil of Malice, у кушки Лебланк, кулдаун статичный. То есть, всегда 6 секунд. В этой связи раскачивают зачастую Distortion, но не уверен, что эфемерные цепи имеет смысл качать. Итак, я думаю, мы практически готовы вновь перенестись на этап пиков и банов. Да, этап пиков и банов, дорогие дамы и господа. Дубль 2. Уже все пики известны. Сейчас мы только по ним быстренько пробежимся. На топ-лейн Заккенфлай забрал Гнара. В ответ на это Нами от Дизи, Маокай от Хейдена. От Слейра будет Зет со стороны Хайма и Мимза. Севир, по-моему, опять. Да, Севир. Челленджер, он же Дескнайт, забирает корки. Для Кловера Джарван Тисли берет Блицкранга в очередной раз, Хукмастер Тисли и Касух забирает Варвика. И Паранойя или Бланк. 40 секунд до начала матча у ребят. Но мы еще будем в трехминутной задержке. Дожидаться начала этого матча. Но как раз время, чтобы все-таки немножко еще пробежаться, обсудить пики, подумать, что же мы будем наблюдать в этом матче, что нас ждет. Может он... Матч будет крайне... Тут механика. Кто грамотнее построит свою стратегию, грамотнее разыграет действия. Потому что по пику сказать ничего нельзя. И тот и другой состав, они сильны сейчас. То есть, то, что показывали нам Тисли и Хайма в прошлом матче. Севир оставалась на бот-лейне Соло. Тисли пытался двигаться на другие линии. Пытался помогать на мид-лейне за счет... Мне кажется, во многом за счет роуминга от Тисли получалось реализовывать преимущество на мид-лейне и уничтожать Фомку. Тем временем... Если мы говорим о Топ-лейне, то Гнар... В принципе, силен против Малкая. Малкая, конечно, фармит. И фармит поровну с Гнаром. Но все-таки, все-таки. У него есть возможность наносить процентный урон от максимального ХП. И это хорошо работает против Малкая. Две минуты остается. Джарван и Варвик тоже. Довольно мощное противостояние. Джарван может сбивать ульту Варвика. Кстати, паранойя с помощью Сиджил оф Мейли сбивает ульту Варвика. Что тоже важно. Moscow 5 сегодня не участвовали. Bottom lane. Что сказать про bottom lane? Корки и нами. Связка от Сидж Энджин. Третья игра. Третий раз мы видим эту связку. И, как мы уже много раз наблюдали, она работает. Корки сильный. Адекерий нами чрезвычайно мощный суппорт. Во всех отношениях. Поэтому ничего удивительного в подобном пике нет. Как будут реализованы драконы. Кстати, у синей команды, у Сидж Энджин больше возможностей бороться с драконом за счет пика Варвика. Хотя, судя по видео, которые я видел на том же ютубе, судя по играм, которые я наблюдал, Варвик не лучший чемпион в забирании дракона в том же состоянии соло. Например, Нуну или Пантеон гораздо лучше справляются с драконом, нежели Варвик. Например, Варвик может забирать дракона в соло, по-моему, только на четвертом или на пятом уровне, в отличие от Пантеона или Нуну, которые могут забирать их на более ранних левелах. Но Варвика другие плюсы, мы это прекрасно знаем. И ускорение скорости атаки будет крайне важно для таких чемпионов, как Севир и Гнар. И для Зеда тоже. Да, патч лайф, то есть 4.20. Новый джангл, новая мета, все дела. Будет ли инвейт или свап лейнов здесь, кстати? Могут ли инвейт за свап лейнить Сидж Энжин? То есть отправить Гнара на ботом лейн и к нему... К нему приплюсовать Блицкранга и попробовать линию 2 на 2, в чем Гнар очень хорош. Но с другой стороны, оставлять Севир 1 на 1 против Маокая, наверное, не самое лучшее решение, поэтому свап может и не быть, конечно. Но это тоже то, за чем следует нам понаблюдать сейчас. Действия лесников будут крайне важны. Действия мид-лейнеров тоже. Как будут двигаться по карте и так далее. Буквально через несколько секунд у нас уже появится матч. Я пока успею напомнить, что сражаются у нас в гранд-финалах 77-го Go4 League of Legends команда Сидж Энжин, команда Ренессанс. Со стороны команды Ренессанс. На топ-лейн играет Хэддин, отыгрывает на Маокая. В лесу Кловер, Холич Кованлаф, он же Кловер, на Джарване. На мид-лейне Паранойя, на Лебланк. На ботом-лейне Дезнайт на Корке и Диззи на Нами. Со стороны Сидж Энжин, тем временем, Зак Канфлай. На топ-лейне на Гнаре, в лесу Косух на Варвике. На мид-лейне Слэйр, Плумерия, он же Слэйр на Зеде. И что касается ботом-лейна, там Хай Айм Импс на Севир и Тисли на Блицкранге. Ситуация у нас по игрокам. Инвейда ждать стоит ли? В прошлой игре Сидж Энжин не инвейдил, несмотря на наличие Блицкранга. Как будет здесь, непонятно. Потому что в плане инвейда, кроме Блицкранга, на этот раз у них ничего нет. В прошлой игре у них была и Рейли, у Сидж Энжин была и Энни со станом. То есть, несколько чемпионов, которые могли дать крауд-контроль потенциальный. Здесь же один Блицкранг и Гнар дает замедление. И все. То есть, крайне мало крауд-контроля, который можно использовать на инвейде. Ну что ж. Почти-почти. Мы уже прогрузились. И, кстати, в лейте, что касается лейта, что Варвик, что Зет, что Гнар очень сильный в лейтгейме. Как я уже говорил про Блицкранга, этот парень ровный на протяжении всей игры за счет своего одного скилла. Тракетграба. Ну и Север, кстати, в лейтгейме будет хорошо скалироваться вместе с Варвиком и Гнаром. Что нам следует ожидать здесь. И мощного лейтгейма, и мощного эрлигейма, вне всякого сомнения. Что будем наблюдать. За действием обеих команд. И вот-вот начнется. Да, появляются, наконец-таки, чемпионы. Ренессанс против команды Сидж. А, нет. Неправильно сделал. Ренессанс против команды Сидж Энжин. Да, и, наконец-таки, дорогие дамы и господа, начинается финальный матч 77-го года в League of Legends. Команда Ренессанс против команды Сидж Энжин. Погнали. Доранс Блейд на Гнарина в топ-лейне. Тем временем у Хейдена Кристалин Фласк на старте на МОК для того, чтобы иметь Сустейн против Гнара. На мид-лейне Лонг Сворд, классический закуп для Зеда. Доранс Ринг на Али Бланк со стороны команды Ренессанс у Паранойи. Доранс Блейд на Ады Керри. Релик Шилд использует Тисли. И, конечно же, заграфтовка под Фрост Квин Клейм у нами. Итак. Пауза. Я уже не удивляюсь, учитывая сегодняшние проблемы. Надеюсь, что скоро все реабилитируется и мы продолжим. Честно говоря, очень сложно предугадать, как будет развиваться событие этого матча. Я уже об этом говорил несколько раз, но все еще буду повторять, что, наверное, это больше такой скилл матчап. Как Ренессансы смогут выиграть, если Ренессансы смогут выиграть Early Game, то, скорее всего, они не отпустят игру и просто-напросто задавят дальше ребят из команды Сидж Энжин. Если наоборот, то наоборот. То есть Сидж Энжин, если они возьмут преимущество на Early, то за счет того, что у них много лейтовости в пике, они будут доминировать все сильнее и сильнее и в конечном итоге одержат верх над Ренессансами. То есть и тот, и тот вариант здесь возможен. Будем пристально наблюдать за развитием сюжета этого матча. Так в целом, никакого инвейда, дефят свою территорию обе команды, хотя Блицкранг и Сивир вроде как сдвигаются в сторону синего бафа команды Ренессанс. И удивительно то, что Варвик косу будет стартовать с дабл големов, но с другой стороны Сивир и Блицкранг очень сложно будет забрать дабл големов, поэтому стартовать с них тоже смысла особого не имеет. Поэтому неудивительно такой выбор команды Сидж-Энджин. Тисликосух и Хайм Импс находятся в районе ботом-лейна, провардили территорию. Территория уже была заваржена до этого командой Ренессанс в этом области, то есть они прекрасно знали, что туда проходят игроки синей команды. И Джарван стартует с Громпа, с этой жабы здоровой. Кловер. Забирает быстро дабл големов для Косуха. Косух возьмет дабл големов, затем красный баф, скорее всего еще кемп строклювов, дальше возможно будет бэк, посмотрим. Паранойя, начиная с Дисторшны, естественно, как классическая или Бланк. Пытается расхарасить Зеда. Насколько возможно это сделать, сложно сказать. Расхарасить Зеда может оказаться проблематичным для Лебланк. Зед тут же дает ответные какие-то прокасты в сторону ЛБ, поэтому паранойя нужно проявить осторожность. Хайм Импс просел до 50% ХП. Очень быстро. Тут, конечно, Паук, Корки и Нами делают свое дело. И тяжело что-то с этим... поделать, как-то этому противостоять. Запушивается линия, Лейн Контроль очень мощный у Корки и Нами, в отличие от Блицкранга и Севир, у которых Лейн Контроль зависит исключительно от Севир и очень проблематично держать эту линию. Тем временем Джарван заходит в своем Еку-комбо на Слеера. Наверное, тут же уходит с помощью своей тени. Безо всяких проблем избегает Ганка со стороны Кловера. И Кловер двигается на красный баф. Популярными могут стать Ганки на втором уровне в нынешней мете. Что мы только что видели от Кловера. Тем временем на бот Лейне ситуация несколько усугубляется для ребят из синей команды. Команды Сидж Энджин, Дезнайт и Дизи. Довольно сильное дуо. Тем более, когда они играют за почти топ-1 метапик. Но Тисли своя стратегия, своя атмосфера. И может еще повернуть вспять фото этой игры. Итак. Слеер тем временем против Паранойи на мид-лейне. Аккуратненько противодействует. Пытается раздамаживаться. Каждый раз раскастовывает свою тень плюс... Шэдоу Дэнс. Ой-ой, был ли хук? Нет, не попал. Шэдоу Слэш. Ешка. Зеда. Итак. Минимальная разница по голде. В пользу пока что команды синего цвета. Команды Сидж Энджин. Здесь у Слеера 28 крипов на 26 Паранойи. Чуть опережает. В лесу тоже Варвик впереди. 16 на 11. Что касается топ-лейна. Там все очень ровно. На ботом лейне Корки немного впереди. И Севир. И я думаю, что со временем Корки будет только улучшать результат по фарму в свою пользу. Очевидно. Что касается топа, то пока что никаких ингейджа не было. Пока что не врывается Хэддин. Набирает уровни, набирает силу. Чтобы только потом бороться с Гнаром. Кстати, Гнар очень уязвим, когда он находится в мини-форме. Когда его мега-форма не готова. Не близится подготовки. Как сейчас, кстати говоря. Сейчас мега-Гнар крайне опасен. На топ-лейне. Временем Хайм. Импс вместе с Тисли пытается убить Дезнайта. Дезнайт использует свою Валькирию. Но, к сожалению, не совсем удачно все происходит для Дезнайта. Он был подброшен. И в конечном итоге теряет свой флэш. Вынужден использовать свои кулдауны. Что негативно скажется на дальнейшей ситуации на линии. Хотя у Дизи есть много маны. Он сможет закастовывать Дезнайта с Эбен Флоу. Так что это не проблема. Тем временем заходит Джарван на мид-лейн. Был Яку комбо Джарвана. Флэшится Слейер. Что по-другому ему не уйти из-под этого ганка. Разменит флэш на флэш на мид-лейне. Если Джарван попытается еще раз зайти, то только Тень может спасти Зедда. Если она будет на кулдауне. Если Зедд будет пытаться использовать Тень для того, чтобы расхарасить паранойю. Кловер может этим хорошенько воспользоваться. Тислия Хайма Мымсу притягивает очередной раз Дезнайта. Ему сейчас будет очень сложно уйти. Опять Валькирия была использована до подкидывания. Подкидывание сбивает Валькирию. Дезнайту никак не уйти. Заходит тем временем Кловер на топ-лейн. Пытается ворваться в Зак. А тут идет 3-стат-адвэнс от Маокая. Флэшится Зак. Бинус флэш для топ-лейнера команды синего цвета. Команды Сидж Энджин. Варвик все фармит. Варвик делал луклон на фарм. Само собой, он уже 5-й уровень. Тем временем Кловер 4-й. Тисли очередной раз. Хукмастер Тисли показывает попытки рокетграбнуть кого-то из игроков команды Ренессанс на ботом-лейне. Слэйр 6-й уровень. Довольно рискованно паранойя давать какие-то энгейджи. Просто отпушивают линию. Для паранойя это будет бэк, вероятнее всего. Зет. Сейчас не даст бэкнуться слэйр паранойя. Кловер сможет отдефать мид-лейн, получить... Ой-ой-ой, Дизи притянули на ботом-лейне. Тисли в очередной раз использовать свой рокетграб. Очень мощно разбивают Дизи. Сносит ему колоссальное количество здоровья. На мид-лейне тем временем слэйр продолжает пушить. И еще не бэкается. Хотя я думаю, что самое время. Флэнтиш кодекс на Эльбланк. Это будет, судя по всему, либо Мореланомикон, либо игра с первым предметом. Я ожидаю именно это. Разница в 300 золотых всего лишь. Хотя счет 0-0. Девятая минута на таймере. 400 золотых за счет преимущества по фарму на мид-лейне и в лесу, конечно же. Кушает потихонечку Хейдин против Зака. Так, останется под своей башней. Но у него уже есть Спектрл Сколл, который... Если будет получаться один на один файт между Маукаем и Гнаром, Гнар, скорее всего, будет пока что побеждать. Кстати, паранойя дерется против Слэйра. Старается уйти. Удается это сделать. Он может ответить Слэйру. Слэйр старается уйти. Подходит Косуху! О, нет! Паранойя попадается под ульту Варвика. Старается уйти, но не тут-то было. Фёрст Блад в пользу команды Сиидж Энджин. Варвик делает свое дело и легко забирает килл на Лебланк. Тем временем, Зак получает свою мегаформу. Заходит в нее сразу же. Продолжает давить на верхнюю линию. На ботом лейне Хайм Импс. Почти получил шестой вместе с Тисли. Хайдин тем временем держится на топе под своей вышкой. Туда подходит Слэйр. Планирует организовать что-то. Уверен, что получится что-то удачное здесь. Хотя, у-у-у, Твист Адвенс был использован Хайдином. Но нет, Зет уходит все-таки. Не рискуют игроки Сиидж Энджин давить Маокая. Дез Найт и Дизи потихонечку пушат дальше по ботом лейну. Тисли притягивает. Оу! В очередной раз Тисли попадает в Куком. Будет ли Тайдл Вейв от нами? Пока нет. Челленджер продолжает настреливать по Хайм Импсу. Споет Валькирию на довольно близкое расстояние. Совсем ясно, почему Дез Найт действует именно так. Обстреливает ракетами игроков. Синий команды, Сиидж Энджин. Дизи вновь попадает за бот-хук. Я не могу в это поверить. Тисли в очередной раз попадает. Тут же идет Тайдл Вейв от нами. Пытается Дез Найт добить Хайм Импса. Но не хватает дэмэджа ему. Да. Тисли вправду заслуживает звания Хукмастера. Потому что сколько раз он уже попал Хуком на бот-лейни. По-моему, это четвертый, пятый, а то шестой раз. О, нет. Тисли может встрять. Получает очередную ракету. Кстати, забавно, что, несмотря на то, сколько раз... О, тем временем на мид-лейне Слэйр врывается ультимейтом на Паранойя. Паранойя серьезно просаживает по здоровью. Использует свою ульту по Кловеру Косух. И, скорее всего, Кловер тоже будет убит. Дабл-килл для синей команды на мид-лейне. Тем временем Зак прессует Хейдена. Хейден практически погиб. А у него остается всего 300 здоровья на топе. И... Начало для команды Ренессанс крайне неприятное. Башня первого тира будет уничтожена на мид-лейне. Сто процентов. Три тысячи голды разница. В пользу синей команды. И пытаются взять дракона Косух. Но не тут-то было. Подходят ребята из Ренессанс. Останавливают это действие. Телепорт есть у Зака. Он может прийти на дракона. Притягивает Дизи в очередной раз Тисли. Дизи просто магнит на эти... На эти хуки. Тисли врывается по полной программе. Идет катаклизм. Вот Жарвана на Косуха и Слэйра. Флэшится туда Хейден. Почти добивает Косуха. Он под игнайтом. Минус Косух. И телепорт отменяет Зак. Слишком поздно он использовал телепорт. Уже не было вариантов. Здесь практически какой-то ответный удар дать. Какой-то файт принять. И естественно остается на топ-лейне. Зак вместо этого разбивает вышку первого тира. Сможет он это сделать? Скорее всего да. Хотя Хейден уже практически подошел на верхнюю линию. Практически задефил свою башню. Зак скорее всего ее заберет. Нет? Хейден успевает. И это несомненно большой плюс. Потому что дракон теперь не дает золотых. И если бы башня была забрана в пользу Сидж Эйнен. Получится по голде оторвались бы еще сильнее игроки красной команды. Противостояние на топ-лейне тоже неоднозначное. Спектрол Скул. Который скоро превратится в Беншес Вейл наверное. Просто-напросто не дает Маокаю. В полной мере реализовать его возможности. Потому что Маокай он прокастовывается. Дальше отступает. А Беншес Вейл как и Спектрол Скул восстанавливает. То есть увеличивает ХП реген Цели на какое-то определенное время. То есть игрока. И это опять же дает возможность Заку без проблем выстаивать на этой топ-лине. И кстати Беншес Вейл естественно будет хорошо работать против Лебланк. Что немаловажно. Тем временем на мид-лейне собираются игроки ренессансов. Здесь и Кловер и Паранойя. Потихонечку пушат линию. Слэйр заходит сюда. Он уже 10-й. Паранойя только 8-й. Разница в 2 уровня. Да, это не совсем то что нужно ребятам из команды ренессанс. Нужно быть равными по уровню. А то и выше. Чтобы доминировать над своими оппонентами. Потому что как я уже говорил. В early game буквально строится эта игра. Если ренессансы выйдут вперед сейчас за до 20 минуты скажем. Если у них будет преимущество по голде. Преимущество по обжективам. То скорее всего ренессансы смогут продолжить эффективно работать. Эффективно бороться по этой игре. Если же нет. И преимущество будет на стороне синей команды. Хотя бы там тысяч в пять. Я не знаю смогут ли камбэкнуть в дальнейшем ренессансы. Нужно стараться. Нужно делать все возможное. Опять же есть Маокай у ренессансов по прежнему. Так что в late game фронтлейн как минимум плотный им обеспечен. Их Джарван кстати тоже. Что не стоит забывать. Но меня пугает Варвик. Как всегда Варвик это пик который ренессансам не стоило пропускать. Тисли агрессит. Не знаю о том что Джарван тут. Джарван подходит. Якукова проходит. Косух тут же использует ульт на Дизи. Дизи серьезно просажен. Тут же притягивание у него Тисли. Дизи падает. Очень быстро. О нет. Очередной хуку от Тисли. И попадает в Дизи. Который раз. Дизи это просто магнит для хуков Тисли. Тисли прям целится именно в него. Каждый раз. 3000 золотых тем временем разница. В пользу команды Сидж Энжин. По фарму 127 на 114 адекэри на боте. Тем временем у мид лейнеров. Оуу. Использует слейер на паранойю свой ультимейт. Паранойя пытается добить слейера все равно. Но неудачно. Лебланк умирает на мид лейне. В этом не совсем благоприятном бою для Лебланк. Потому что 3-0 слейер. 1-2 паранойя был на тот момент. По фарму 137 на 89. Blade of the Ruined King уже готов у Зеда. Тем временем Deathfire Grasp'а еще у паранойи не было. Поэтому файт в данном случае против Зеда был совсем тем решением. Которое стоило наверное. Хотя паранойя был близок к тому чтобы убить Зеда. То есть. Чуть-чуть совсем не хватило. И кстати самый большой. Самый важный наверное момент. То что слейер опережает паранойю на 3 уровня. Драться в таком случае было. Крайне промечиво. Хотя опять же повторюсь. Паранойя практически добил слейера при этом. Запушивается линия против Дизи и Дезнайта на ботом лейне. Ооо очередной хук походит по Дезнайту. Тайдл Вейф идет от нами. Не попадает по Хайм Имзу. Если был подброшен. Но Блицкранга очень сложно догнать. Вот он герой одного скилла. Если этот один скилл проходит. То очень сложно. Бороться. Против комбинации где есть Блицкранг. На топ лейне Хейдин. Уже без вышки первого тира. Она была все-таки разрушена. Кстати 2-0 по башням. Команда Сидж Энджин ведет. Уверенно. По всем фронтам. Джарван вновь заходит на ботом лейн. Ганг. Контер ганг. На этот раз Яку Комбо нельзя использовать Джарвану. До ульты от Косуха. Да пошел ангейш. Ждет телепорт. Со стороны топ лейн. Артист Ихайм Имз. Принимают решение отойти. Игроки команды Ренессанс видят Джарвану. Яку Комбо пошло. Хейдин тоже здесь. 4 на 4. Файт. Принимают игроки. Закон Фай был подброшен с помощью Акваприза на ульту. И тут очень хорошо двоих игроков. Команда Ренессанс. Косух встревает. Под удар. Его скорее всего смогут убить. Килл для Дезнайта. 40 секунд до Дракона. Если Ренессансы смогут пушить дальше. Затем передвинуться на Дракона. Это будет очень хороший момент для них. В то время ультует Слэйр по паранойи. Довольно быстро его просаживает. Блэйдов Зорун Кейн был использован. Пытается разыграть паранойи. Но у него не выходит. Слэйр забирает очередной килл в свою пользу. Хейдин тем временем врывается. С помощью Акваприза на Закон Флай. Идет фосфорная бомба. Притягивает с Кловера. Тисли. Великолепно сыграно Плитскрангом. Но удается Кловеру уйти на лоу ХП. Три игрока команды Сидж Энджин. Это должен быть Дракон для команды Ренессанс. Потому что Зет по-прежнему остается на мидлене. Слэйр бьет вышку второго тира. И... Да. Со счетом 5-0 идет Слэйр. Из 6 киллов 5 у Зета. Неплохо. Весьма неплохо. При этом у Гнара, у Зака 0% килл партисипейшн. А ни в одном из 6 киллов он не поучаствовал. Косух поучаствовал в 3 киллах. То есть 50%. И... Совсем чуть-чуть по одному ассисту у Сивир и Блитскранга. То есть тут все киллы сконцентрированы в руках Слэйра. Который он забрал практически в одиночку. Либо на пару с косухом. Игроки красной команды. Ренессанс подходит на дракона. Тисли попытается снова вытянуть кого-нибудь из игроков. Красная команда, но на этот раз неудачно. Пушинг Пауэр. Получает второй левел Дрэгон Слэйра здесь. Игроки команды Ренессанс. Второй дракон в их пользу. 15% дополнительного урона по миньонам и монстрам. Несомненно приятный бонус. Паранойя забирает синий баф. Паранойя нужен 11 уровень как можно скорее. Слэйр уже 13. 177 крипов убито. Хейдин дает энгейдж по Слэйру. Слэйр проседает по здоровью довольно быстро. Использует ультимейт. Слэйр отходит. Старается пережить здесь весь дэмэдж. Хейдин не теряет. Не теряет много здоровья от ударов Слэйра. Но тем не менее ульта пошла от косуха. Хейдин проседает. Маокай зафокусили. Это не самый выгодный вариант. Косух очень быстро падает под прокастом от Паранойи. Хаймайму встревает под катаклизм от Джарвана. Минус Севир. Минус 2 делает команда. Оуу. Дэзнайт попадается под Кук от Тисли. Оу. В ответ на это Тисли практически был убит. Становится счет 6-5. Пользуя команду Сидж Энжин. И постарается уничтожить внешнюю вышку. Вышку первого тира. Команда Ренессанс. Да. Они ее забирают. И разница в 2000 золотых. Пользуя синей командой. Сидж Энжин. Чувствует себя весьма неплохо. Но команда Ренессанс старается. И некоторым вроде умудряется догнать Сидж Энжин. Уже 20 минута. Я вроде говорил о том, что до 20 минуты ребятам из Ренессанс нужно хотя бы уравнять полностью по золотым ситуацию. Но желательно выйти вперед. Но большой плюс в том, что команда Ренессанс идет впереди по драконам. То есть 2 Дрейка было убито. Драгонслейеры. Стаки получены. То есть еще 3 дракона для команды Ренессанс. И 5 стаков будет сделано. До этого конечно еще далековато. Башни на ботом лейне падает. Получают свою пользу чуть больше. Голды еще ребята из команды Сидж Энжин. Нужно отвечать. Хотя в принципе 2 башни Ренессанса тоже уничтожили. Но здесь большой минус в том, что опять вышка второго тира разрушена. Как в прошлой игре против Джастов. Команда Сидж Энжин уничтожила вышку второго тира. Так и здесь очень рано она падает. И это дает куда больше стратегического преимущества для действий в лесу команды Сидж Энжин. То есть они могут вардить дальше. Они могут агрессить дальше. И дракона забирают с большей вероятностью. Если упадет еще и выжижка внутренняя на ботом лейне. То ситуация будет совсем неприятная. 2-0-2 идет Севир, Тринити Форс, Пик Экс, Бутсов Спид. Нет, стоп. Это у Корки. У Корки, да. Корки у Дезнайта. Я не туда посмотрел. Удивляет, что Тринити Форс. Слэйр пытался зайти, но тут его ловят. Втроем, вчетвером его поймали. Очень странный мув от Слэйра. На что он здесь рассчитывал, не совсем понятно. Шестой килл в пользу команды Ренессанс. Так вот, по поводу Севир. По поводу Севир, БФ Сворд и Пик Экс. И Вампирик Скептер, кстати говоря. Вот Вампирик Скептер я не ожидал. Севир здесь в плане айтемизации. То есть, Infinity Age нужно как можно быстрее. А что касается Корки, то да. Вот у Корки Тринити Форс и Пик Экс. Плюс Бутсов Спид. У Дезнайта. Хук от Тисли. Один из немногих, который не попал в цель. Паранойя. Тем временем рядом со всей остальной командой. В верхней части леса. Сидж Энджин. И чувствует Ренессанса, что в принципе они могут себе позволить так действовать. О, и Хайм Импс может подставиться. Хейдин использует свой флэш. Идет дальше Твистер Адвансом. Но это было очень упрометчивое решение. Касут использует свой ультимейт. По Хайм Импсу тоже врывается. Слэйр. Паранойя практически погибает. Еле-еле уходит. Хейдин был убит. Кловер рядом с Паранойей. Здесь в нижней части реки. Один в ноль размениваются. Не стоило так далеко заходить, конечно, в Хейдину. Ошибка могла стоить ему... Точнее, и стоила ему жизни, но еще и стоит некого преимущества в пользу команды Сиджейн. Но шатдаун был взят. Очень важный. На топе на Слэйре. Плюс 500 золотых получил. По-моему, Паранойя. Нет, по-моему... По-моему, Дэзнайт получил. 500 золота. Идут на Барона. Ренессансы. Думаю, что будут его брать. Им нужно хотя бы минус одного сделать. Лучше. В идеале минус два. Уже улучшенный красный тринкет у нами. Появляется этот оракл на ограниченное время. У Яку комбо от Кловера садится... Пытается напасть на Тисли, но не совсем удачно. На топ-лэйне опять схватка между Слэйром и Хейдином. Хейдин попадается под удар. Слэйр использует свой ультимейт. Идет дальше. Почти не добивает Хейдина. Хейдин дает свой крауд контроль. Слэйр практически погибает. Он уходит на ультимейте обратно. Буквально на последних долях секунды обратно на свою тень. И это позволяет ему выжить. Косух забирает с Майтом Громпа. Заг замедляет Кловера. Дает станд. Ой-ой-ой. Кловер не смог уйти своим Яку комбо. Две тысячи золотых. Держится разница. Не такая уж и большая. Двадцать шестая минута. Оу, дракон. Дракон номер три для команды Ренессанс. Скорее всего они его заберут. Очень хороший тайминг показывает Ренессанс. Очень хороший контроль над драконом. Они демонстрируют в этом матче. И это будет, да, дракон для команды Ренессанс. Третий получает баф к мувменту. Подходит сюда Тисли могут сыграть. На эффекте неожиданности Яку комбо от Жарвана. За окон флай врывается в эпицентр событий. У него еще нет мега формы. Он будет убит. Не успев использовать свой ультимейт. Остальные игроки Сидж-Энджин просто-напросто отступают. Будут ли Ренессансы брать барона, я сомневаюсь. У них нет дэмэджа достаточного количества, чтобы разбить барона при ситуации, когда четыре игрока команды Сидж-Энджин живы. Хоть и у Корки куча повреждений. Trinity Force плюс Infinity Edge. Все равно... Оуу, Слеер подставился! Штандарт плюс Dragon Strike. Пытается ответить Слеер, забрать Дезнайта, но неудачно. Aqua Prison делает свое дело. Иди, буквально спасает своего союзника, своего адыкерри. Ну, кстати, вот с мертвым Слеером уже, наверное, можно пробовать что-то забирать из крупненького башни или барона. Большой плюс в том, что у Ренессансов есть чем остановить Варвика. Его ультимейт. То есть, это и Маокайса с его Аркейн Смэшем, Джарван с комбинацией демасийского штандарта и... Удара дракона. Ну и нами. Сакво Призн, естественно. Бэкетс Дезнайт забрал красный баф, который, кстати, в тимфайте для него будет чрезвычайно важен. Как и при отступлении, так и при преследовании. То есть, так или иначе. Корки весьма сильный. В этом плане. Имея красный баф. Хэддин и Дизи двигаются потихонечку в район мидлейна. Тут уже Кловер. Дезнайт. Так же будет тут. Группироваться стараются. Тем временем, Слэйр потихоньку сплитпушит. Как известно, Зет не самый эффективный тимфайтовый чемпион. То есть, Зет очень круто себя реализует именно в сплитпуше. То есть, он спокойно бьет тауэрки. Он один на один уничтожает практически любого. Тем более, при обстоятельствах, когда он впереди на 5 киллов. И Синебаф забирает Варвик. Показалось мне, что Голем был еще жив, но нет. Синебаф забирает Косух. Отходит Валькирии и Штандарт плюс Дрэгон Страйк. Дрэгон Штандарт. Прерван комбо. Тем временем, Паранойя... Оу! Паранойя... Дисторшн в стену. Благо, это было не критично, так что не все так плохо. Дизи подходит на топ-лейн. Вместе с остальными игроками Ренессанс постарается выбить вышку второго тира. Потому что Севир находится сейчас только в районе мид-лейна. Бежать еще остается. Прилично. Слейер пятнадцатого уровня. Ему нужен шестнадцатый как можно быстрее. Почти он его апнул. С шестнадцатым уровнем, конечно, демодж очень сильно поднимется. Ультует Севир. Пошел Энгейдж. На игроков Ренессанс. Флэшится Зак. Дает станд по троим игрокам. Как быстро разбирают. Игроков Ренессанса. Расплыгивает Слейер. Забирает Деснайта. Паранойя тоже падает. Это минус два. И, скорее всего, заберут Хейдена. Он пытается подраться. Пытается добить Слейера. Но, увы, неудачно. Сидж Энджин проводит превосходный тимфайт. Разменивается четыре в ноль. И это стопроцентный барон для команды Сидж Энджин. Тисли преследует Дизи. Исполит хук. Подкидывает. Бумеранг нет от Имза. Не попадает под Дизи. Дизи старается уйти. Но, боюсь, тут нету шансов у нами избежать этой смерти. Эйс. Пользуя командой Сидж Энджин. И это барон. Четыре-три по вышкам. Но ситуация, я думаю, изменится в ближайшие минуты. Разница по голде пять с половиной тысяч уже составляет. За счет последних событий. Вот этого файта, который произошел. Очень сильно вышли вперед игроки Сидж Энджин. Тем временем... Тисли направляется на ботом лейн. Слеер. Нет, нет. Если бэкается. Слеер на ботом лейне. Пока что сплит пушит. У него счет 7-2-2. Йомус Госблэйд. Ластфиспер Блэйд. Озер Уин Кинг. Плюс Хекс Дринкер еще закупил Слеер. То есть он очень сейчас силен в любом случае против любого противника. И драться один на один с Зедом. Это самая худшая затея из всех возможных. Тем более Берон Бафф. Бафф на Шора. Делает свое дело. Добавляет большую порцию силы атаки, силы умений для Зеда, кстати говоря. Слеер. Сейчас двигается по территории леса. Встречается с Хейдином. Идет 300 адванс плюс Аркейн Смэш. Слеер идет через стену спокойно с помощью своей тени. Но пока что не спешит. Пока что не спешит. Гнар тем временем сплит пушит. Имея телепорт. Зак подбирается к вышке второго тира. Внутренней вышке. И Сидж Энжин. И тут, да, сдвигается на мид лейн. Нет, Слеер все-таки сплит пушит. 1-3-1 сплит пушит, использует Сидж Энжин. Хейдин подходит на верхнюю линию. Зак забирает башню. Т2. Слеер все еще на ботом лейне. Остается противостоять Паранойи. Я не думаю, что Паранойя может хоть что-то показать Слееру в один на один сражении. При всех этих условиях. И барон, и баф, и так далее. Идет телепорт от Зака. Вышка на ботом лейне будет уничтожена 100%. Косух тоже здесь. Шандарт лимасийский от Джарвана. Дракон есть. Но его не спешат идти убивать игроки синей команды. Хотя нет. Или да. Нет, телепорт пошел от Малкая. Пролетает на ботом лейн. Думает, возможно, команда Ренессанс провести энгейдж. Но это будет весьма... Не просто для них Паранойя впрыгивает. Косух ультует на него. Что происходит? Паранойя подставился и умер. Хейдина притягивает Дисли. Хейдин очень быстро падает, несмотря на то, что это фронт лейн. У него остается 20% хп. Дабл килл для Слеера. Тут же ультует Зак. Дизи будет убит. Килл для Варвика. Слеер идет дальше. Ставит трипл килл. Катаклизм от Джарвана. И Кловер тоже погибнет. И это Эйс. В пользу команды Сидж Энджин. Они забирают вышку третьего тира на мидлене. Падает ингибитор. И Нексус вышки тоже будут довольно стремительно разрушены до паранойи. Еще 10 секунд. У него нет шансов в соло отдэфить мидлене. И команда Ренессанс Сурендери. 33-я минута. Команда Сидж Энджин одерживает верх в финалах 77-го Go4 League of Legends. Серия Best of One. То есть... Гранд финалы Best of Three играются только на финалах месяца. Которые уже довольно скоро будут. Ну что ж, подводя итог этого матча. Несомненно, здесь Слеер доставил тонны проблем. В принципе, как в этом матче, так и в прошлом матче против Джастов. Слеер показывал великолепную игру. И в этом матче он нанес почти 25 тысяч урона. Следом за ним идет Дезнайт. Имеет 18600 урона. Дальше уже меньше 15 тысяч. Даже идет Гнар. 14844. Ну что ж. Отлично сыграны команды Сидж Энджин. Мы их поздравляем с этой победой. Замечательно напомню, что Go4 League of Legends имеет призовой фонд в 300 евро на каждой из четырех квалификаций. Финалы месяца, в свою очередь, имеют призовой фонд в 500 евро. Туда выходит 8 лучших команд за месяц. Go4 Lola. Как раз по системе ранга. И каждая команда, которая участвует в квалификации, соответственно, получает квалификационные очки. Команда, которая занимает первое место 100, вторая 80, дальше 60, 40 и так далее. Так что, дорогие дамы и господа.